Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Океан литературы» и помогать вам ориентироваться на бескрайних литературных пространствах буду я, книжный навигатор Анна Нивня. Сегодня мы продолжим разговор о книгах, премьеры экранизации которых пришлись на март. В бонусных рубриках мониторим книжные новинки, говорим о запрещенных книгах и знакомимся с интересной повестью об Одессе. Открывает подборку картина, которая будет интересна ценителям продолжений знакомых сюжетов. Это фильм «Конг. Остров черепа», снятый по мотивам романа «Кинг Конг» Эдгара Олеса. Роман довольно сложно найти в отдельном издании, но он публиковался в составе сборников. Команда ученых, военных и просто искателей приключений попадает на красивейший остров в Тихом океане. Как оказалось, люди таким образом вторглись во владение мифического Кинг-Конга. Вскоре исследовательская миссия превращается в игру на выживание. Затерянный остров. Расскажу вам, как можно умереть на нем. Гроза, жара, ядовитые насекомые. И это не говоря уже о тварях, готовых сожрать вас живьем. Заплатим два счетчика. Плюс премия, если вернемся. Если. Это что, обезьяна? Вытаскивайте нас! Это Конг. И он бог на этой земле. Нам здесь не место. Но под землей притаились демоны. Я зову их черепозавры. Почему? Потому что это звучно. Ну да. Название я только что выдумал. Хотел напугать вас. Я так и буду их называть, а ты что думаешь? Да, это звучит как... Мне нравится. Бегите! Бегите! Продолжение следует... Следующий фильм «Красавица и чудовище» основан на одном из самых популярных сказочных сюжетов. Тем не менее, его можно считать экранизацией конкретной книги, поскольку эта история получила авторское литературное исполнение, а вместе с ним мировую известность благодаря французской сочинительнице, аристократке Жанне Мариле Пренс де Бомон. К слову, именно версия де Бомон вдохновила Сергея Аксакова на создание сказки «Аленький цветочек». Экранизация 2017 года представляет собой мюзикл, предназначенный для семейного просмотра. Пересказывать сюжет бессмысленно. Скажу лишь, что в современной версии обозленная волшебница превратила принца в чудовище, потому что он был злым, самовлюбленным и грубым. Милая Бель, ты родилась не в том веке. Городок маленький, прекрасное, роскошнейшее создание. Кто сравнится с тобой? Народ недалекий, что делать, но зато нам здесь спокойно. Дисней представляет. Я пришла за отцом! Твой отец вор. Выйдите на свет. Испеку от него, обещаю. Нет! Смотри, девушка. Кто это сказал? Салют. Вы живой? Естественно. И болтунка тихмала. Очень рада с вами познакомиться. Хотите, покажу фокус? А когда все лепестки опадут? Хозяин навсегда останется чудовищем. А мы антиквариатом. Что ты с ней сделала? Ничего. Умирайся! Ты должен помочь мне. Попробуй встать. Этой весной. Если ей суждено снять заклятие, вы должны научиться любить. Неужели ты все тут прочел? Ну, кроме тех, что на греческом? Вечная, как свет. Сказка о любви. Убьем его! Красавица и чудовище. Вы наш гость с 16 марта. Следующая экранизированная книга «Скрижали судьбы» ирландского писателя Себастьяна Бари написана в стиле дневниковых записей. Роман представляет собой два дневника. Первый написан врачом психиатрической клиники, а второй его престарелой пациенткой, уже несколько десятков лет обитающей в лечебнице, но сохранившей ясность ума и отменную память. Экранизация книги одноименная. Фильм раскрывает тайну заключения когда-то неотразимой жизнелюбивой героини. Расскажите свою историю, Роуз. Когда я встретила Майкла Макнолти, то поняла, что буду ждать его всегда. Я уеду ненадолго, Роуз. Надеюсь, ты меня дождешься. Кому ты симпатизируешь? Нам или британцам? Тщательнее выбирай, с кем общаться. Женщина может смотреть мужчине прямо в глаза, если она его жена. Я лучше пойду. Будешь со мной встречаться, Роуз Клэн? Я бы могла. Будь у тебя манеры. Ты понимаешь, какой властью обладаешь? Роуз! Я не хочу, чтобы на меня все глазели. Я люблю тебя, Роуз. Иди домой, Джек. Открывай. Говори, где он. Ты пришел, чтобы забрать меня домой? Да. Склонна к нимфомании. Нуждается в интенсивной терапии. Беги, Майкл, скорей! У меня предписание забрать вас в лечебницу Сен-Валентайн. Укройтесь одеялом и успокойтесь. Но я ничего не сделала. Живо! Есть такая болезнь, которая не позволяет людям воспринимать истину. Я назвала свой дневник книгой Роуз. Это мое тайное описание. Я ирландка, святой отец до мозга костей. Как вы себя чувствуете? Словно у меня забрали душу. Две истории, которые верятся. Что я говорил? Нельзя смотреть в глаза. Я боюсь себя. Пожалуйста! Пожалуйста! Майкл! Роуз! Истина – это все, на что смотришь с любовью. Следующая книга «The Boss Baby» Марлы Фрейзи послужила основой для мультфильма, предназначенного для семейного просмотра. Книга пока не переведена. Мультфильм вышел под названием «Baby Boss» или, как вариант, «Босс-молокосос». Семилетний фантазер Тим ревнует родителей к своему новорожденному брату. Однажды герой узнает о готовящемся заговоре, целью которого является уничтожение любви в мире. Но одному Тиму не по силам справиться с опасностью. Мальчику предстоит объединиться со своим нелюбимым братом, чтобы спасти родителей и мир. Девушки отдыхают. Меня зовут Тим. У меня лучшие в мире родители. Проснись и боль. Ты идешь со мной на работу. Правда? В семье Темплтонов нас было трое. И все было прекрасно до одного рокового дня. Тим, смотри, кто здесь. Тим, это твой младший... Младший брат. Да он весь дом оккупировал. Вы не видите? Он носит костюм. Он как маленький взрослый. Таскает за собой портфель. Что, больше никто не считает, что это, ну, не знаю, слегка ненормально? Ты не расставался с ягняшкой, пока тебе не исполнилось? Ягняшка тут ни при чем. Поверь, однажды ты полюбишь его всем сердцем. Ни за что. С родителями дело продвигается очень успешно. Да, да все стандартно. Недосыпание, голодная забастовка. У них уже голова кругом идет. Да. Но пацан, кажется, подозревает. Руки в пенг, мой указок! А-а-а! Покакал! А-а-а! Все, пацан нарисовался. Ты говоришь! На Гу-гу-гага? Нет, ты нормально говоришь! Ладно, я умею говорить. Умеешь ли ты слушать? Принеси-ка мне двойной эспрессо и найди поблизости нормальный суши-бар. Я сейчас убить готов за ролл с острым днцом. Ну и купи себе что-нибудь на сдачу. Еще раз! Девать чего нахуй! Кто ты такой? Ну, скажем так, я просто босс. Вот увидишь, мама с папой все узнают. Брррррррррр. Подзорадка! Так о чем мы? А-а-а! рады слышать, что из-под пера Джо-Джо Моис вышла новая книга, а именно роман «Где живет счастье». Сюзанна постоянно конфликтует с отцом и мачехой, ссорится с мужем, к тому же считает себя виновной в смерти собственной матери. Героине принадлежит маленький магазинчик, где витает атмосфера прошлого века. Именно здесь Сюзанна обзаводится первыми в ее жизни настоящими друзьями, узнает правду о своей матери и находит любовь. Знаете ли вы, что если кардиологи серьезно предупреждают своих пациентов из группы риска о том, что они умрут, если не изменят образ жизни, сядут на диету, будут заниматься физическими упражнениями, бросят курить? Только один из семи таких пациентов оказывается способным на серьезные изменения в своей жизни. Если люди не готовы на изменения, даже когда речь идет о жизни и смерти, что говорить о прочих ситуациях? Если вас заинтересовала тема инерции и перемен, обратите внимание на книгу «Неприятие перемен. Как преодолеть сопротивление изменениям и раскрыть потенциал организации» Роберта Кигана и Лизы Лейхи. Книга рассчитана в большей мере на руководителей компаний, однако менеджерские приемы иногда оказываются полезными и в других областях жизни. Говорим о запрещенных книгах в рубрике «Запретный плод». Сегодня я расскажу о самой известной сатирической философской повести великого французского поэта, писателя и мыслителя Мари Франсуа Аруэ, вошедшего в мировую литературу под псевдонимом Вольтер. Это книга «Кандид или оптимизм». Почти сразу после публикации повесть была запрещена, так как ее сочли безбожной, кощунственной и непристойной. Сам писатель считал книгу безделкой и порой даже отказывался признавать свое авторство. Чистосердечный Кандид и прекрасная Кунигунда влюблены. Их история наполнена комическими ситуациями, гротескными образами, несуразными стечениями обстоятельств и фантастическими приключениями. На героев обрушиваются безжалостные удары судьбы, но рассказано об этом иронично и остроумно, скорее с юмором, чем состраданием. Высмеивая пороки людей, автор раскрывает свои представления об идеальном мире. Знакомимся с авторами-земляками в рубрике «Автор родом из Одессы». События повести «Зеленый фургон», о которой сегодня пойдет речь, происходили в нашем городе около ста лет назад, а ее автор Александр Казачинский принимал в них непосредственное участие. Должна уточнить, что этот автор не родился в Одессе, но приехал сюда в раннем возрасте, и его судьба прочно связана с нашим городом. Итак, Одесса и ее окрестности, 1920 год. В местечко Севериновку прибывает новый начальник отделения милиции, 18-летний бывший гимназист Володя. Мечтающий о карьере Шерлока Холмса, герой бросает вызов банде криминального авторитета «Червня», который держит в страхе весь город. Поиски бандитов приводят его к накраду-красавчику, в котором Володя узнает товарища, с которым они играли футбол еще в гимназии. Ну, как хотите, Володя. А мое мнение такое. В нашем деле главное не ползание на четвереньках со стеклом, а поддержка населения. Конечно, это не мешает. Но розыск без научных методов – это красивое пение без школы. Или надо быть талантом-самородком, как Грищенко. Кстати, Грищенко, у вас с детства такое обоняние? Или вы развили его упражнение? Сколыбели! А почему это Грищенко ваше обоняние действует только в Яновке? В своем селе будто сильно слабее. Да, я знаю. Может, в Севериновке воздух не тот, а может, ветер не с той стороны дует. Ну, хватит вам. Если у нас и дальше так пойдет со всеми спекулянтами и самогонщиками, мы действительно останемся безработными. И тогда, Виктор Прокофьевич, вы будете лечить свой катар-желудка, а я и Грищенко. Прототипом Володи был Евгений Петров. Тот самый, который творил в соавторстве с Ильей Ильфом. Прототипом же красавчика послужил сам автор повести Александр Казачинский. Казачинский действительно в свое время не выстрелил в Петрова, узнав в нем старого товарища. Петров же действительно арестовал Казачинского, но добился отмены высшей меры наказания – смертной казни. Будущего писателя приговорили к заключению, а впоследствии амнистировали. У здания тюрьмы его встречал Петров. Он-то и надоумил товарища написать повесть, в финале которой слова. Каждый из нас считает себя обязанным другому. Я – за то, что он не выстрелил в меня из манлихера, а он – за то, что я вовремя его посадил. Наша программа подошла к концу. На прощание перечислю названия книг, о которых мы сегодня говорили. Кинг-Конг – Эдгар Уоллес. Красавица и чудовище – Жанна-Мари Лепренс де Бомон. Скрижали судьбы – Себастьян Барри. The Boss Baby – Марла Фрейзи. Где живет счастье – Джоджо Моэс. Неприятие перемен. Как преодолеть сопротивление изменениям и раскрыть потенциал организации – Роберт Киган и Лиза Лейхи. Кандид или оптимизм – Вольтер. Зеленый фургон – Александр Казачинский. Напоследок упомяну, что одной из любимых книг «Коко Шанель» была Джейн Эйр Шарлотты Бранте. С вами была Анна Нивня. Желаю каждому найти свою волну в океане литературы. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!